доброе утро друзьям у нас сегодня по прохладнее ночью дождь шел гром с молнией все как надо даже чуть-чуть сняла поставлю если не забуду так что бежим не бежим так я не опаздываю хочу а сегодня солнышко видите пока тут сижу в ожидании клиентов в общем прочитала ваш комментарий и хочу ответить как бы по поводу вирусов на в испании да у нас все нам стабильно скажем так если месяц назад было зараженных где-то 25 тысяч в день там 28 месяцев даже полтора назад то сейчас у нас 65 тысяч то есть разница значимая да вот даже нашем городе я работаю по моему здесь вообще нет зараженных вот но он небольшой городок 12 тысяч населения у нас в нашем городе неделя повыше неделя поменьше ну в общем все у нас стабильно в отличие от других европейских стран например франции италии там у них тоже что-то прям много 24 тысячи и все такое у них там карантины локдауны вот эти вот строгие у нас нет у нас наоборот как бы разрешили ресторанам открываться до полдесятого нет полдесятого 23 до полодиннадцатого у нас комендантский час с 11 до 6 утра с 11 ночи до 6 утра и то есть бар могут работать до пола один одиннадцатого но дело в том что у нас начнут праздники наступать например сегодня большой праздник некоторые города даже находятся праздник у них они отдыхают но вот в наших нет сегодня день отца и святой хосе хосе его иосиф иосиф в общем отец иисуса мария и отец иосиф по моему да вот и сегодня у всех мужчин праздник официальный как бы всех мужчин поздравляют с их праздником дарят подарки там все дела так что в испании мужчин ни в коем случае не обижают у них тоже есть свои праздники как и у женщин не обязательно например 28 день 28 марта в россии до праздник и женский день в испании тоже дофига этих праздников женских никто никого не отделяет но просто он не 28 марта и все и мужчин тоже никто не не обделяет вот сегодня у них большой праздник все поздравляют я даже сегодня с утра так скажем поздравила мужа говорить и сегодня приготовлю праздничный обед для него праздничный обед это картошка фри с мясом жареным я так как ну картошка как бы это вред да не делаю так вот к вирусу так что все спокойно но так как наступают праздники на следующей неделе на следующей через неделю уже будет страстная неделя а симана санта это огромный праздник для испании но люди как правительство делает тоже все все чтобы не было всплеска опять например он наша регион андалуси нельзя передвигаться между провинциями то есть я в гранаде провинции гранада могу ехать куда хочу а вот в малагу которая находится тоже в части езды от нас уже не могу поехать но если только у меня нет на руках никакой бумажки у меня эта бумажка есть и потому что я частный предприниматель я могу куда хочу туда и еду как говорится ну просто нет надобности и да и зачем да вот так что у нас более-менее все спокойно стабильно скажем так мы вот уже несколько недель их снижали 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 но не мы а вот но у нас знаете как вот я смотрю другие страны прям магазины закрыты там кафешки закрыты парикмахерские закрыты мы вот парикмахерские вы видите сами я ни разу не закрывалась но вот с прошлого года только в марте как раз в это время я сидела мы сидели два месяца по моему на карантине и все а в основном я считаю что испания как бы еще не так строго здесь все как в других странах вот так что и у нас опять вакцинации идет вот сегодня пошла я клиентки она говорит мне сегодня вечера в 5 будут прививку делать вот она очень радостно очень рада и то есть у нас к прививкам относятся нормально нет не у нас сколько я не знаю сколько людей сделал но у нас вот видите по мере возраста возраста здесь в испании же очень много пожилых людей здесь 80 90 это не возраст как бы здесь все живут нормальной жизнью и 80 и 90 вот поэтому очень много таких пожилых людей и вот их а еще у нас медиков почти медиков у нас все уже привиты учителям ну вот кто у медики учителя полицейские пожарники вот то есть для простого народа еще не дошла очередь и но у нас к прививкам относятся все нормально нет таких знаете что а тебя чипируют а там типа ты помрешь а там ты я не знаю что сделаешь нет такого вот такой боязни как вот например ну скажем так же скажем как в россии мне кажется в россии прививку боятся как огня не знаю почему у меня живут а ты достань как говорится вот это вот инструкцию к антибиотику и там побочных эффектов 150 раз больше чем от прививки ну тем не менее все глотают антибиотики когда надо когда не надо у меня вот такой вот как говорится мышление до таблетки мы глотаем горстьми даже и некоторые даже не читаем вот эти вот инструкции хотя там и почки откажут и селезенка и желудок искряжется и ничего страшного за ту прививку которую у всех на устах которые уже и вот так проверили так и так и вот так вот все ее проверили и тут шаг вправо шаг влево как говорится уже сразу расстрел все боятся мне это очень странно но тем не менее у каждого свой выбор и как бы ты можешь вы прививаться можешь не прививаться вот у каждой говорится сам решает что ему делать вот такие вот у нас дела скажем так я думаю неплохие ждем лето знаете я когда машину сажусь у меня выработалась очень хорошая привычка в том что надо заряжать телефон саживать машину и ставлю на зарядку к чему хорошая потому что я постоянно забываю телефон на работе и сейчас подхожу к машине встретила родственницу поболтали с ней а вот пошла к машине подхожу за телефоном достаю чтобы он заряд поставить а его нету а вот если бы это случилось у меня дома пришлось бы возвращаться потому что как мы без телефона правильно вот поэтому хороши я такая так это говорю обрадовалась этой привычки так что вот так сегодня такой удачный день бывает знаете иногда я человек очень как не знаю если я как-то выполнила свою работу и она мне не очень понравилась я потом себя всю изъем и буду думать об этом хотя может даже клиент она и не обратит на это внимание подумать ну там я не знаю или там уложила что не так вот но я буду себя глава как говорится гложить буду думать об этом потом это вот бывают такие дни но сегодня вот не не один из этих так что едем домой кушать винегрет вкусный вкусный вот такой мармелад и в общем изучаю потому что я тут думаю он этот зефир поем а потом вспомнил там же желатин а желатин это не совсем в общем сделано из животного происхождения а здесь вот читаю и здесь такой состав хороший кстати у этих мармелада из меркодоны но кстати можно было снять это тикток про него и здесь в общем не желатин а пектин почитала про пектин он из из фруктов выделяется и в общем вполне могу его себе позволить очень вкусный кстати мармелад фруктовый обалденный так достаю винегрета разогревается у меня там уже этот свою любимую с кошечкой гамбургер помните из из баклажан баклажановый гамбургер разогревается и сейчас буду я убедать чай наверное поставлю с мармеладом вкусненько будет завтра готовить ничего не буду есть овощи есть винегрет на неделю еще так что и так сойдет какой же он вкусный всем приятного аппетита вот такой праздничный обед тире ужин приготовила мужа ну приготовила это я замариновала там мясо со специями с чесночком он еще любит чтобы много было масла чтобы туда хлебу так макать и почистила картошку потом в шайтан машине и и обжарю вот потому что сейчас мы гулять пойдем на улицу какая-то погода так а знаете вроде бы как и пасмурно ну дождь передают только восемь часов до восьми я уже вернусь сто процентов домой я в шесть даже возвращаюсь поэтому думаю не зальет нас и вот чтобы если он придет пораньше то тут вот все готово считай только все надо поставить пожарить но я думаю что я приду раньше сегодня надо голову мой король следит за процессом финик наверное я чай себе заварила зеленый и финик съем вот эти вот финики с меркодоны просто нереально вкусные прям я вот именно люблю финики с косточками чтобы они были потому что без косточки все таки финики суховаты а вот эти прям нереально вкусные они что-то евро 50 что ли стоят или евро 25 не помню и вот они идут уже на веточки видите вот они нереально вкусные прям вот как конфетки конфетки потому что вот смотрите если без косточки скупишь что они что за волосна везде мне чарлина наверное они суховаты а эти вот смотрите прям или этот от от финика такие волосня не пойму видите в общем вкусные солнышко выглянуло не поймешь эту погоду чарли кен и кен вели кен кто-то вообще приходим уже мне сообщает в чарли даже не о приходе не о том что он где-то там приблизился на расстоянии не знаю километра не знаю как он так слышит видит причем у нас все закрыто представляете он все равно слышит и чувствует как так и вот сейчас лежу такая в тик токе лежу в тик токе вот и слышу чарли такой встал скачал туда-сюда забегал думаю понятно пойду картошку жарить а как раз время у меня в их нет задержалась на маленечко потому что на улице там такая туча огромная я не пойму будет дождь не будет а на комментарии ваши отмечаю спасибо вам большое за комментарии вы знаете я думаю у меня youtube не рекламируют но судя по вашим комментариям то да это бы очень хорошо как бы и а то меня уже иногда знаете как бы обидно что обидно досадно что никому я не нужна у меня есть такой ролик в тик токе где там типа подруги меня не смотрят ну и ладно ну и буду сама для себя снимать я вот так добавила специи соль картошку так вот ложку подсолнечного масла вот так перемешала высыпаю в шайта машина и она там пойдем жарится так что вот такие дела но это он сейчас я мы сейчас включу а дожарит он уже сам так что вот так и погуляю на море чё чарли скажи там мясо жрут а меня куда-то выводят гулять такой бедный несчастный я там уже оставила есть он там мясо с картошкой все дела а чарли же и муж тоже кусочек достается а тут я подхожу его и увожу и он с таким несчастным видом идет за следом не знаю буду как непонятно вроде не передают дождь но все так пасмурно ну буду надеяться что не зальет или уже капает что не пойму видите как все темно не пойму на море тени идти я вроде как надела жилетку с этим жилетку с капюшоном на всякий пожарный на пляж я не пошла потому что как-то ну знаете а вдруг ливанет вот если по полям идти я в любой момент могу свернуть и попасть в город а если уж на пляж туда то там уже не скрыться не смыться смотрите как у нас деревья на пересадку идет идут там их выращивают а потом продают вот так вот грузят это черемоя и на продажу так что я иду по полям черни спера 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 короче смотрите какой стул я нашла на помойке кто-то выбросил а я забрала нем вообще нет никакого изъяна но вот никакого вот этот вот единственный сделала я потому что я смотрела снизу сверху он везде новый стул абсолютно представляете я не знаю что с ним случилось почему его выбросили но все работает вверх вниз везде куда хочешь вот так вот качается выбросили представляете но я забрала почему нет объяснить я доехал благополучно до дома на своих собственных колесах ну шикарная же стул а я вообще шла шла знаете представляете мимо этой мусорки мимо этой мусорки рядом с мусоркой он стоял там еще второй был синий но мне вот этот понравился я прошла потому что за мной мальчик шел я потом такая же думаю об этом стулья вернулась посмотрела на него и с такой довольный мордой хорошо на маске не видно ее было схватила его и понесла домой мне его переть было километра три но он сам ехал конечно гром был гул вы представляете ну а что все в дом все в дом я вообще вы наверное будете от меня в шоке я его весь продезинфицировала весь промыла а теперь сверх стяжу смотрите ну вот смотрите вы даже это даже вот ручка вот это надо что да как-то в бок уклоняется в общем надо его еще и это новый стул но абсолютно новый смотрите можно найти в испании на мусорке хорошие вещи можно редко но можно вы посмотрите как это вписалось в мой интерьер это специально кресло было для меня стояло его мне послали высшие и чтобы я могла макияжиться ну круто я теперь смогу макияжиться ну вы посмотрите она было для меня так вот кто-то выбросил а я подобрала чарли там нервирует классно же а прям вот идеально ну ко мне сюда подошли шкаф как всегда открыт но не важно здесь все свои поэтому ну круто же так что ну вот может пониже и она туда залезет ай 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 а как тут самое низкое опс залезет он туда или нет ой блин так шкаф надо закрыть бессовестно не вылезу никак не вылезу я просто сейчас перед переодевалась смотрите она туда залезла ну все крутяк ничего не мешается ну потом можно сюда вещи складывать вот такая гора будет вещей но это будет завтра а сейчас я пошла в душ и кстати по полям не но никак нельзя ходить потому что на обратном пути я прохожу мимо русского магазина это уже очень опасно тем более у них там группа они присылают всякие вкусняшки в общем купила смотрите вот эти палочки кукурузные вот такой вот огромную фигню и чай черный смородин о кстати вместе пойду угощу вот так вот друзья собираю все с помойки но она новая прям удивлена я бы я бы не уснула если бы я его оставила там стоять и и ждать кого-то другого ладно а муж говорит его точно выбросили может быть его туда говорит поставили чтобы там занести куда-то и груды нет рядом с помойкой стоял с мусорками ой друзья ладно проехали всего на самого лучшего ждут ваш комментариев сильно меня там не ругайте а вот все самое лучше все пока пока